которые не будут дальше держать ударить или сюда зайти зациклен сюда а вот здесь он зациклен туда и поэтому я не подставился а вот здесь вошел в мертвую зону приветствую всех подписчиков и зрителей нашего канала сегодня будет ответ на вопрос одного из зрителей подскажите что можно противопоставить при атаке дубинкой то есть палкой или арматурой но мы многократно на этом останавливались ну давайте еще вернемся к этому вопросу когда вас атакуют дробящим оружием а палка или арматура этой как раз является дробящим оружием здесь главное правило когда вас атакуют дробящим оружием не противоставлять перпендикулярно части своего тела то есть если вы защищаетесь это не должен быть вот такой блок возможно вот даже если вы просто пропускаете это вот как раз будет очень сильная атака и вы получите возможно даже смертельные какие-то дробящим предметом удары когда раскроют вам череп черепно-мозговая травма различная то есть повреждается и мозг и так далее если будет просто вот так попадать да вот прямой угол он бьет вам и попадает вот сюда в плечо то есть это будет сломана кличица там разорваны сухожилия связки и так далее и ваша рука уже даже она не повредилась но она подниматься не будет потому что в человеческом теле все взаимосвязано поэтому здесь мы говорили что он рассчитывает как он будет по мне попадать то есть вот здесь должна быть очень хорошо развит зрительный фактор он рассчитал чтобы достать меня а я рассчитываю чтобы он не достал то есть я ухожу от атаки или наоборот вхожу в мертвую зону пока даже вот не рассматриваем руки да или там защиты вот я вхожу в мертвую зону тогда удара не будет но для этого нужно быть как я все время говорю здесь и сейчас и не впадать в панику увидев что у человека дробящий предмет в руках а он может быть но тут миллионы различных нюансов да уже замах произошел или он его держит и собирается вас атаковать пока разговаривая или он бежит на вас уже замахнувшись но защита 1 не подставлять свою голову свое тело и свои части тела которые у вас запчастями потом не заменишь то есть на машине если колесе что-то повредилось можете подъехать и заменить на новое колесо руку новую вам никто не заменит будет сломаны кости и как минимум вы будете в гипсе долго ходить а если повреждены там сухожилия нервы и так далее возможно рука уже не будет работать так как надо поэтому входите в мертвую зону первое что и дальше атакуете или сам компьютер который выбрал вас или опоры атакуете ну по телу это проблематично то есть само тело атаковать нужно атаковать компьютер ноги и руки в каком-то из наших роликов мы говорили атакуя руки мы не даем ему возможность атаковать второй раз держа этот предмет поэтому вот вы вошли сюда и дальше атакуете ноги отвлекли его внимание руки которые не будут дальше держать палку возможно если вы отобрали можно ударить там по берцовой кости по бедру по внешней по внутренней стороне бедра можно ударить в стопу не надо бить человека в лицо палкой и вообще атаковать его палкой зрительно то есть вот смотрите я вот сюда вошел вот это все забрал а потом могу сразу же атаковать так чтобы в не было это видно там не на камеры не людям то есть я вот это а атаковал и и вот здесь как бы случайно атакую да а если я буду далее то есть я вот это все отбил и потом вот так буду делать то тут камера зафиксирует что я нападающий когда вы отобрали предмет заканчивается его нападение и дальше юриспруденция рассматривает что акт насилия закончен а вот здесь будет уже акт насилия ваш по отношению к нападающим вы индивидуально его воспринимаете как агрессора а юридически он будет уже жертвой вашего нападения поэтому махать палками не зная что вокруг я все время говорю попадая в какую-то ситуацию посмотрите если камеры а если вообще тут люди то даже не надо думать если камеры у каждого есть и тут же начнут снимать твоя я это смотри дядька плохой то какой-то машет палкой бьет и заснимут и его атаку и вашу атаку а потом как это будет подано возможно его атака будет стерта вырезана а ваша оставлена и пойдет дознавателям и в суд что вы атаковали такого молодого хорошего человека который просто шел а вы с палкой на него напали вот вопрос был такой что можно противопоставить нападению палки или арматурой принципе это тоже такой же дробящий предмет просто он психологически может восприниматься если человек видит что на него с арматурой нападают более опасным и это так и есть потому что попав вам по голове это точно может раскроить даже вашу черепную коробку они просто черепно-мозговая травма если попадет ну допустим даже вот такой арматурой да вот так у вас то это точно вы уже будете трупом так как войдет в ваш мозг подставите руку это вообще разобьет вам все размажет мягкие части вашего тела поэтому опять же вы можете отодвинуться чтобы атака прошла мимо или сюда зайти от видите я здесь придерживаю не хватаю а придерживаю его так чтобы он просто уже не мог перейти на вторую атаку а здесь он держит я могу его атаковать сейчас он как бы зациклен сюда а вот здесь он зациклен туда и поэтому я могу уже отобрать но тем более вот этим дальше атаковать его я не рекомендую на просторах интернета вы можете прочитать что как более жестко атаковать человека который на вас напал но на ваше усмотрение хотите потом как говорят в народе бодаться с нашей юридической системой и правоохранительной можете жестко с ним быть но вам скажут что атака прошла вы схватили и потом нанесли зачем вы нанесли человеку увечья который уже вам не угрожал и как минимум вы будете выплачивать и как максимум сидеть повторяем не подставлять руки не подставляться самому что значит не подставляться рвать дистанцию вот я не не подставился а вот здесь вошел в мертвую зону то есть нужно двигаться не стоять если вы по одному из правил психологии застыли на месте то есть у вас шок то вы будете значит разбиты в пух и прах вот это вам не поможет от железа и дробящих предметов это не поможет сломаются пальцы сломаются предплечье разобьется ваша черепная коробка разобьются плечи если будут боковой удар то сломают вам ребра ребра вопьются вам ваши внутренние органы если по ногам это будет удар то сломает вам какие-то кости размажет ваши мягкие части это мышцы и так далее поэтому вот что вы можете противопоставить атакам да вот что вы можете противопоставить но самое главное не попадайте в ситуацию когда вас могут атаковать такими страшными орудиями которыми являются дробящие предметы коим является палка и арматура железная что вам рекомендую увидев человека попробуйте уйти попро но не вот так если я увидел и пошел вот так то вы по затылку по своей спине получить то есть нужно его держать как бы своим взглядом и уходить и смотрите если он вас преследует то можно конечно вот разрывать дистанцию оставляя между собой им какие-то предметы даже если здесь будет стоять стул то ему будет уже неудобно вас атаковать он уже будет отвлечен чтобы не наступить на стул чтобы не близко подойти недалеко рассчитывать эту дистанцию вы можете уже покинуть это место вот что я вам рекомендую покидайте место когда вы увидели что человек идет к вам с палкой и железкой какой-то это видно это не какой-то короткий предмет допустим как это нож кастет и короткие дистанции то есть рванули посмотрели он за вами бежит тогда уже перешли на ровный бег такой рваный и где-то за какие-то предметы все это покидайте надеюсь я ответил на вопрос нашего зрителя если вы хотите увидеть поищите у нас на канале много различных роликов снято с различными объяснениями как себя вести при нападении дробящими предметами возможно вам что-то подойдет и поможет записывайтесь на мои индивидуальные занятия звоните будем обсуждать что вы хотите как вы хотите и так далее до новых встреч занимайтесь и берегите себя а а а